Несколько дней назад сборная России по плаванию прилетела во Владивосток. Здесь команда пройдет акклиматизацию перед Олимпиадой в Токио. Тренируются спортсмены в бассейне спорткомплекса «Олимпиец». Нагрузок уже нет и быть не может. Сейчас идет адаптация. Семь дней организм будет приходить в норму. Через семь дней станет такой же, как дома. В связи с эпидемией коронавируса пребывание сборной в Владивостоке организовано так, чтобы пловцы меньше контактировали с посторонними. Со слов директора Центра спортивной подготовки, учли не только безопасность, но и комфорт. Сами условия готовились около двух лет. Это система вентиляции, это новые окна, разделительные дорожки, это некоторые другие мелочи по спортивному комплексу. Но, судя по первичным отзывам, им очень все нравится. В сборная по плаванию самая многочисленная – 37 человек. В Владивосток прилетели не все. Ведущие пловцы Юлия Ефимова и Владимир Мороза в команде присоединятся уже в Олимпийской деревне. Но в родные края приедет член тренерского состава, спортивная карьера которого началась в Приморье. В составе Олимпийской команды у нас 15-го числа прилетает мастер спорта международного класса, сейчас он тренер, здесь Степан Сергеевич. У него две девочки под его руководством тренируются на длинную воду. Напомним, что из-за санкций российские спортсмены будут выступать в качестве сборной Олимпийского комитета России. Я не в российской форме. Вы, наверное, знаете, что с 13-го числа мы подписали такой меморандум, его можно назвать, о запрете ношения российской символики, различных возгласов. Любое случайное появление где-нибудь в соцсетях человека в российской форме, который выезжает на Олимпиаду, может плачевно закончиться. В играх примут участие 335 российских спортсменов. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада с 24 августа по 5 сентября. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на восьмом.